Добрый день, мои дорогие слушатели! По вашим многочисленным просьбам, сегодня тема нашего урока называется горизонтальный баланс. Многие вы уже знаете, что является вертикальным балансом. Мы часто об этом говорим. Я не устаю вам повторять, как сильно вертикальный баланс определения этой величины влияет на построение нашей выкройки, на правильное, более точное построение, что горизонтально. Но вы, может быть, кто-то слышал из вас, кто-то нет, но мы с вами никогда не затрагивали тему горизонтального баланса, хотя фактически мы его всегда использовали. И сейчас я расскажу об этом более подробно. Итак, посмотрите, вот наше техническое задание. Мы с вами сняли мерочки, выбрали какие-то прибавочки из таблицы и нарисовали вот этот технический эскиз, который говорит нам, какую выкройку мы хотим с вами сделать. Здесь есть, правда, выточки, но я вам сейчас покажу платьице пока еще. Ну, хотя мы можем в этой книжке найти, наверное, и с выточками, чтобы ваша картинка, наша картинка выглядела более правдоподобно. Вот оно у нас будет. Вот такое платье у нас есть с талевыми выточками. Мы его построили. Где у нас, что такое баланс? Вертикальный баланс, давайте еще раз вспомним. Это разница между длиной до талии по переду, от точки Т вверх мы откладываем мерочку ДТП. И длиной до талии по спинке, от точки Т2 вверх мы откладываем мерочку ДТС. Вот эта величина. Спинка всегда поменьше, полочка всегда длина полочки побольше за счет того, что здесь у нас есть грудные железки. И у стандартной фигурки разница между ДТП и ДТС будет примерно около двух сантиметров. Давайте посмотрим. Вот перед вами лежит вот такая вот подсказка вам, да, баланс. Это разница между ДТП и ДТС. Если у вас эта разница, этот баланс будет от одного до трех, то осанка фигурки будет обычная. Если больше четырех, то фигурка будет перегибистая. Если меньше одного, то фигурка будет сутулая. К слову сказать, что вот эта разница может доходить до 12 сантиметров. Представляете, какие бывают фигурки? И можно иметь, ну, практически один и тот же размер, но у фигурки будет разное. У разных фигурок получается будет разная осанка, определяться разная осанка. Разный баланс, соответственно, разная осанка. И выкройки будут выглядеть совершенно по-разному. И вот это настолько важно, что приуменьшить значение вот это вот определение осанки фигуры в правильном построении выкройки просто невозможно. Ну, а мы сегодня говорим про баланс горизонтальный. Что же это такое? Если посмотреть вот опять на нашу базовую конструкцию, это соотношение ширины горловины переда отрезочек А0А и ширины горловины спинки отрезочек СС0. В большинстве методик эти две величины строят всегда одинаковыми. Никто не говорит о том, что у фигурки с возрастом, да, или с его полнотой, вот в этой области появляется седьмой шейный позвонок. Увеличивается длина горловины спинки. Увеличивается отрезочек СС1. И, соответственно, это увеличение мы должны предусмотреть. Одно дело, когда мы 44 размера, а другое дело, когда мы уже 64 размера, да. И вот это значение, оно должно быть гораздо больше. Если этого не происходит, давайте мы нарисуем эту область вот сюда отдельно. Вот так выглядит у нас, допустим, с вами передняя половинка, горловинка, да. А вот так выглядит у нас спинка. Если мы не увеличим вот это расстояние, оно может увеличиться только одним образом. Это когда мы вместо 7 сантиметров, если мы здесь взяли 7 сантиметров, да, добавили, отложили 7 с половинкой. То есть отложили уже чуть-чуть побольше, чем нам надо. Тогда в области плечиков у нас все лежит замечательно, все лежит хорошо и красиво. Давайте посмотрим на эту картинку. Посмотрим вот сюда. Мы с вами должны очень четко понять одну простую вещь. Тогда наше изделие будет замечательным, правильным, красивым и хорошим, и точным, если оно безупречно выполнено вот в этой области, никто не будет смотреть нам на животик. Но когда общаетесь с человеком, вы всегда смотрите ему, ну, если не прямо в глаза, то в нижнюю часть лица, и ваши глаза невольно захватывают вот эту область, область плечей. И поэтому насколько прилегает ткань вашего изделия к телу, насколько безупречно лежит, оформлен плечевой пояс. Я уже говорила в предыдущих видео, как важно выбрать вот эти точки, конечные точки плечей, я их называю, да? Насколько хорошо лежит спинка вот здесь, чтобы не было никаких напряжений, никаких косых заломов. Вот это все очень важно. И на это все, в первую очередь, не последнюю даже, я бы сказала, в первую очередь, влияет как раз правильный выбор ширины горловины спинки. Я вам подготовила вот такую вот табличку. Положу ее сейчас сюда. И вы можете к ней оперировать, да? Это у нас размер. Вот почему-то я так нарисовала, не оставив места для заголовка. Это у нас размер. Так, это у нас ширина горловины спинки. А вот это у нас ширина горловины переда или полочки. Значит, это спинка, это перед. Ну вот и смотрите, сами уже с увеличением размера у нас увеличивается ширина горловины спинки и, конечно, в самых крупных размерах мы немножко увеличиваем ширину горловины переда. Еще, что влияет на качественное оформление плечевого пояса, это, конечно, раствор плечевой выточки. Посмотрите, он тоже возрастает с размером. И надо сказать, что если при этом еще вы обнаруживаете у фигуры сутулую осадку, то этот раствор должен быть увеличен на 5 сантиметров. Это для сутулой фигуры от 0,5 до 1 сантиметра. А если вы обнаруживаете перегибистую фигурку с ровной прямой спинкой, то есть она у вас вот так перегибистая, то нужно уменьшать выбранные из таблички раствор плечевой выточки и делать его на 5, а то и на целый сантиметр меньше. Иногда просто переводим, так сказать, в посадку. Так вот, давайте немножечко вернемся еще вот сюда обратно и поговорим вот про эти вот истории. Я думаю, что вы очень легко узнаете, что все это происходило и в вашей жизни тоже. Встречались ли вы с таким явлением, что вот здесь у вас вот такие вот напряжения, вот такое вот возникало, вот такие косые заломы. Когда оно будет? Впереди вы видите, да? Когда спинки вам маловато. Вы сделали вот такую спинку, а эту точку сметали с этой, и вот тут будет слабина, оно как бы будет на горловинке отходить, да? И будет у вас тянуть. Так вот, чтобы этого не происходило, если уж вы не предусмотрели вот эти все тонкости, о которых я только что рассказала, вам следует обязательно распороть вот этот плечевой шов и передвинуть его. Вот я сейчас покажу, какой он у вас есть. Вот так вот у нас спинка, допустим, нарисована, да? Он должен быть... Как же мне это вам показать? В общем, одним словом, передвинуть вот так я покажу. Вот так спинка, так и здесь у него выточка. Так вот, когда у вас вот здесь идет слабина на горловинке впереди, вы должны распороть вот этот плечевой шов и сделать вот такое перемещение относительно полочки. То есть вот так вот, чтобы у вас было. Вот так вот, чтобы у вас было. То есть вы меняете как раз ширину горловины. Вы дружите их. Вот такое вот будет. Вот такая у вас будет история. То есть вы немножко смещаете свою полочку в сторону проймы, а спинку наоборот смещаете вот туда, в сторону горловинки, в том случае, если видите вот эту историю. Так вот как раз вот эта-то величина и будет являться горизонтальным балансом. То есть вы выполните полное соответствие именно вашей фигурке, так сказать, вот этому качественному прилеганию вот здесь. То есть тщательное прорабатывание таких вот нюансов и вот таких вещей избавляет вас от таких неприятностей. Будьте внимательны во время примерки. Если видите здесь какое-то напряжение, вот такие косые заломы, это значит вам не хватает длины ростка, длины ширины вот этой величины вам не хватает. И соответственно вам ее надо нарастить. А наращивается она только одним способом, если вы распарываете плечевой шов. Но еще другим способом можно нарастить, когда у вас здесь есть шов и можно просто выпустить в среднем шве спинки. Но ведь у нас не всегда бывает средний шов спинки. Имейте это в виду и будьте внимательны. Еще одна, так сказать, неприятность у нас застегает там, когда вы видите вот здесь на спинке вот такое напряжение, как я говорю. То есть немножко-немножко как бы тянет вот это место. И вам тоже хочется выполнить вот точно такое же действие. Это опять говорит о том, что здесь не хватает немножко горловины спинки, ее длины не хватает. А самое главное, когда вы сметывали, вы не заложили посадку по спинке. Потому что всегда существует в базовых конструкциях такое понятие, как технологическая посадка. Вы выкраиваете, что это такое подробно? Вы выкраиваете полочку, она у вас в плече 13 сантиметров, так? А на спинке плечика должно быть 13 сантиметров, плюс посадка от 0,5 до 1,5 сантиметров. Допустим, вы выбрали 1 сантиметр, и кроме выточки у вас длина спинки будет 14 сантиметров. А начинаете вы сметывать, уравнивая концы, таким образом вы припосаживаете немножко. И когда вы припосаживаете спинку, это кроме раствора вот этой выточки, который работает на создание выпуклости на лопатке, ваше вот это плечико, оно немножко как бы разворачивается в сторону полочки, немножко разворачивается вот сюда. И обеспечивает вам, ну просто идеально, потому что рука двигается вперед, а не назад. И обеспечивает вам идеально-идеальное прилегание. Вот это все влияет на горизонтальный, на четкое прилегание вашего изделия в области плечей, горловинки, и не требует потом никаких перемен, никаких изменений. И еще что хочется сказать, вот тоже многие, наверное, наблюдали, если вы не добавляете к длине спинки нисколько, делайте их одинаковыми. В крое все замечательно, все хорошо, в сметочке все хорошо. Но когда вы одеваете такое изделие на себя, кто-нибудь замечал из вас, что вот здесь вот появляется такая вот легкая-легкая, как бы припосадка, какие-то вот такие микроскопические заломчики иногда появляются на передней половинке. Почему? Потому что лопаточки там есть, выпуклость там есть, и ручка двигается вперед, и формирует вот это вот слабину, что тоже не есть хорошо. Этого делать, ну, никогда не нужно. Вот, если коротко, то я бы хотела, чтобы вы имели в виду, что такое горизонтальный баланс. Еще характерная ошибка, которую вы допускаете, правильно выкроив свое изделие, но потом, сделав выкройку, вернее, но перенеся на ткань, допускаете вот такую грубую ошибку. Буквально вот на этой стороне, быстренько сейчас нарисуем. Смотрите, вы оформляете вот это выкройка. Черненьким цветом это у вас выкройка. Ну и так далее там. Пошла дальше, меня не интересует. Это полочка у нас. А вот это горловина спинки. Так, так, средний шов, и вот это горловина спинки. Вы прибавляете припуски. Помните, я вам говорила, значит, в книге пишу, вот здесь мы добавляем всего 0,7 сантиметров. Вот здесь. Подходя сюда, вот это расстояние, я делаю буквально 0,5. Вот такое. Дальше по плечику я делаю всегда минимум 1,5 сантиметра. То есть вот это расстояние у меня 1,5 сантиметра. Это мои припуски на швы. Вот это расстояние у меня будет 0,7. Примерно 1 сантиметр. И вот здесь, вот в этой точке у меня будет 0,5. Зачем? Потому что я слежу за горизонтальным балансом, чтобы вот этот отрезочек у меня не стал коротким. Что на спинке? На спинке то же самое. Вот это расстояние у меня будет 0,5. Вот это вот маленькое расстояние. Дальше я выйду так же на 0,7. 1 сантиметр, как и на полочке. И дальше у меня будет ну, такая вот от полутора, примерно полтора сантиметра вот такой припуск. Видите как? А что делаете, мои хорошие вы? Вы иногда очень лихо построили выкройку, переносите ее на ткань. И чтобы подстраховаться, вот здесь делаете вот такие вот, вот такие вот большие припуски. По горловине полтора, по плечам полтора. И то же самое делаете вот так вот на спинке. Мы сделали вот такие вот припуски на спинке, да? Что случилось? Посмотрите, какой у нас стал, какой длины стал вот этот отрезочек. Я его максимально сохраняю. Это так называемый мой баланс. А у вас вместо, вот здесь вы заложили, допустим, 7 сантиметров, да? То у вас вместо 7 иногда остается здесь 5,5. А здесь тоже остается очень мало. Вот это расстояние тоже сокращается, когда вы делаете по горловине вот такие большие припуски, якобы подстраховаться. В результате такое изделие на шее застревает, к плечам оно не прилегает, на фигурку оно не опускается, и все торчит в заломах. То есть мало построить очень точно и правильно выкройку. При переносе этой выкройки на ткань имейте в виду правильное оформление припусков. И особенно это важно именно вот в этих вот точках. Для того, чтобы сохранялся тот четкий горизонтальный баланс, который мы с вами разобрали вот во всех вот этих предыдущих историях. Ну вот, на этом разрешите сегодня закончить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось. И до новых встреч. Задавайте свои вопросы. Я сейчас просто отвечаю на них, потому что все, что сама придумывала, мне кажется, я уже все вам рассказала. Поэтому пишите, задавайте вопросы. Я обязательно в следующих видео на них отвечу. Всего хорошего. До новых встреч. Ваша Калина Коломейко.